Возможно, это урок жизни. Возможно, нам нужно понять, что за этим стоит. С чем пришел этот человек к нам, ворвался в нашу жизнь, и чему он нас учит. Но этот человек зачем-то приходит в нашу жизнь. Влияет судьба родителей, влияют судьбы предков, влияет судьбы стран, в которых мы рождаемся. Каждый из нас рождается в определенном роду. Каждый из нас имеет свою генетику, имеет своих предков. И синдром предков никто не отменял. Каждый из нас думает, что он живет сознательно. Но на самом деле на нас влияет большее. На нас влияет что-то большее. На нас влияет то, что мы не видим. И, как сказал Юнг, то, что неосознанно, становится судьбой. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Я рассказывала о стадиях развития любви и о том, как развиваются наши отношения, отношения с мужчиной, отношения с женщиной. Сегодня я хочу рассказать вам об особенностях проживания определенной стадии. Напомню, что сначала наши отношения начинаются со стадии созерцания. Мы видим, мы слышим, нам интересно. Вторая стадия – симпатия. Нам интересен этот человек, мы хотим приблизиться к нему, нам он симпатичен, мы хотим ему понравиться. У нас внутри возникает влечение к этому человеку. И если оно взаимно, это здорово. И третья стадия – это когда уже возникает, вспыхивает страсть. Эти стадии, опять-таки, могут проживаться очень быстро. Они могут проживаться практически одновременно. И тогда человек называет это влюбленностью. Возникающая на третьей стадии страсть, она может поглотить отношения. И тогда, собственно, любовь, как таковая, она может быть не вполне понята. То есть это будет уровень сближения на уровне тела, но не уровень сближения душ, разума. Мы сами по себе многомерны. У каждого из нас есть тело. У каждого из нас есть эмоциональный мир. Есть мир разума. Есть душа. И есть, конечно же, то пространство, откуда, ну, наверное, приходят души. Это дух. Но это больше философские вопросы. Сейчас мы их затрагивать не будем. Итак, предположим, что пара встретилась. Период созерцания пройден. Симпатия возникла. Возникла страсть влечения. И пара решает остаться вместе. Они продолжать отношения хотят. И в эти отношения уже вносится нечто большее. И вот сейчас мы поговорим с вами более подробно про стадию 4. Стадия точек соприкосновения. Этих точек должно быть много. Точки соприкосновения должны быть обязательно на социальном уровне. Что это такое? Когда встречаются мужчины и женщины, желательно, чтобы они были схожи по происхождению. Ну, например, чтобы это была единая раса, чтобы это был единый социальный контекст, чтобы не выбивалось, чтобы не было большой разницы, ну, скажем так, в кастовости. Тогда будет трудно все-таки создать отношения. Конечно же, существуют разные случаи. Существуют разные примеры из жизни. Ну, вот, пример. Например, встретить с мужчиной и женщиной. И он из правящих кругов, а она, ну, простая учительница в школе. Конечно же, отношения могут состояться, если они найдут точки соприкосновения на других уровнях, нежели социальные. Ну, например, у них будут общие интересы в духовном плане. Им будет интересно путешествовать, им будет интересно что-то изучать. Им будет интересно, у них будут схожи ценности, семейные ценности. Они найдут в этом плане друг друга. Возможно, у них будут общие интересы, там, спортивное увлечение. Возможно, это будет главная цель создания семьи. И их схожие ценности сыграют в этом плане очень позитивную роль. И тогда их отношения будут развиваться дальше. И любовь состоится. Но дело в том, что чаще всего все равно оказывает влияние вот эта разница в социальном контексте. То есть, ну, например, мы принадлежим к разным национальностям. Соответственно, темперамент у нас может быть разный. И мы тогда не стыкуемся. Опять-таки, можно найти эти точки соприкосновения. Ну, тогда еще раз, ну, как бы в других некоторых сферах, в которых мы можем найти эти точечки. Например, мы относимся к разным религиям. Мы вышли из семей с разными традициями. Вот все вот это будет иметь значение. Все вот это будет играть роль. Но сегодня я хочу сделать акцент, рассказать вам, что оказывает влияние, помимо вот этих социальных проявлений, что оказывает влияние из нашего внутреннего мира, который уже в определенной степени сформирован, когда встречаются мужчина и женщина, что оказывает влияние на пространство пары. И я вам сейчас это даже покажу. Я нарисую... Так, синий, зеленый... Нарисую, чтобы это было несколько... Ну, наглядно. Чтобы было понятно, откуда могут расти корни, например, каких-то негативных влияний на отношения. Их нужно иметь в виду. И понимая, что в этом собака порыта, что-то с этим делать. Итак, я буду сейчас обозначать схематично то, что я хочу вам рассказать. Итак, я вам говорила до этого, что существуют определенные влияния, исходящие из рода, исходящие из семей. Существуют определенные законы, которые я еще подробно не раскрывала. Я потихонечку буду это делать в процессе моей речи. Итак, встречается мужчина или юноша и девушка и девушка. Я буду обозначать вот так. Девушки, женщины кружочками, а мужчины вот такими квадратиками. Итак, они встречаются, они проходят вот эти стадии, они увидели друг друга, симпатия возникла, возникло влечение, все хорошо. Сексуальная совместимость у них может быть отличная. Но когда они перейдут на четвертую стадию, стадию точек соприкосновения, они как бы отрезвеют немножко от своей страсти, от этих гормонов, которые играли очень большую роль. Они могут продолжать играть эту роль, но уже меньшую, в меньшей степени. Особенно, если уже отношения длятся несколько месяцев, особенно если им уже два года. Я уже не говорю, если им четыре года этим отношениям, потому что тогда уже страсть угасла. И отношения можно построить в дальнейшем только на близости. На эмоциональной близости, задействуя аспект страсти, она еще не угасла полностью. Есть еще уголечки, которые можно разжечь. Это очень важно, потому что сексуальный контекст, он должен оставаться. Я сейчас буду говорить не о нем. Я буду говорить о внутреннем мире вот этого мужчины, мужчины и внутренней миры вот этой вот женщины, которые встретились, и они ищут точки соприкосновения. Любовь может состояться, отношения могут состояться только в одном случае, если эти точки соприкосновения будут найдены. Это будет идеальный вариант. Я сейчас расскажу о трудностях, которые, о негативных факторах, которые могут повлиять со знаком минус на эти отношения. Итак, вот они встречаются. Вот эта женщина, ну предположим, ей там 30 лет. 30 лет. И вот мужчина, предположим, ему 35. Вот они встретились. Это может быть любой возраст. Но вот именно такое я сейчас возьму, чтобы описать некие механизмы, которые влияют на отношения. Итак, они встретились. Между ними возникли отношения. Вот это, вот это, это пространство пары. И вот на это пространство пары, вот так вот я его нарисую, пусть у меня будет зеленая, а не красненькая. Красненького фломастера у меня здесь не нашлось. Будет зелененькое. Вот это пространство пары. Вот что оказывает влияние на это пространство пары. Итак, вот эта девочка, женщина, которая была когда-то девочкой, эта девочка, ее суть, то, что уже ею приобретено в процессе жизни, никуда не делось. То есть в этой женщине живет и маленькая девочка, которая была когда-то в детстве, и подросток, которым она была когда-то в подростковом периоде. Также у этого мужчины живет маленький мальчик внутри, маленький там подросток, которым он когда-то был. И все, что было с ними до, до того, как они встретились, будет оказывать влияние на пространство пары. О чем здесь идет речь? Например, например, эта девочка росла в семье. Я рисую дальше, выше, как бы по древу рода. Вот у нее был папа, дай бог есть папа, мама. Они были в браке. Точно так же и молодой человек наш, да, вот он тоже рос. У него своя мама, свой папа. Тоже, например, у них был брак. Они росли. Они росли, она росла в своей семье, он рос в своей семье. Но дело в том, что все, что было тут и тут, все это скажется вот тут, на этом пространстве пары. И здесь имеет большую роль, сыграет, вот на этой стадии особенно, на стадии соприкосновения, когда точки соприкосновения мы ищем, сыграет роль наша мотивация сохранить эти отношения, продлить эти отношения. Зачем нам эти отношения? И эта мотивация, она может быть совершенно разной, и она может даже не осознаваться. Я сейчас не буду рассматривать такие варианты, что, ну там, ей денег нужно, она вот от этого мужчины хочет денег, или ему нужен только секс, он с ней только из-за этого, или, например, ему удобно, что у нее квартира трехкомнатная, он у нее там живет. Я не буду сейчас эти аспекты рассматривать, такого социального, материального плана. Я рассмотрю глубинные механизмы психологические. Итак, предположим, вот эта вот девочка росла в своей семье. И когда она была маленькая, вот между родителями происходили конфликты. Вот я их так вот нарисую. Происходили конфликты, предположим, может быть, папа там даже выпивал, у него была какая-нибудь там алкогольная зависимость, к примеру. И она переживала вот эти нюансы, она страдала в этом мире вот такой семьи. Мама, например, все время ругалась на папу, все время ворчала. И как бы, ну, дочка росла, ну, как трава, предположим. Да, предположим, здесь был такой стиль воспитания, когда, ну, вот, ребенка растили, чтобы он только был накормлен, сыт, чтобы хоть что-то было у него из одежды. Но вот как таковой любви, как такового тепла, ну, не давали. Вот, предположим, так. Они были заняты вот своими вот этими тараканами, которые здесь бегают, вот этими конфликтами. И тогда эта девочка, она уже внутри, со сформированными определенными качествами. И женщина 30 лет, в ней ничего, собственно говоря, из этого плана не поменялось. Если она не встала на путь работы над собой, самопознания, поиска причин того, что с ней происходит. Как бы, ну, скажем так, освободиться от той боли, которая была здесь. Предположим, она ничего не делала. Предположим, она вот жила, как жила. И вот она встретилась с этим мужчиной. И тогда неосознанно у нее может быть мотивация сбежать вот отсюда, убежать от такой, от таких отношений. Возможно, она это делала не раз, начиная уже, там, не знаю, с 17 лет. Вот, когда-то ей там было 17 лет, потом там ей было, там, 20, вот, и так далее. То есть у нее вот здесь были какие-то отношения с парнями, вот здесь у нее были какие-то отношения с парнями. Их, возможно, было несколько. Но вот давайте вот сейчас коснемся вот этих вот первых, до того, как она встретилась вот с этим мужчиной. Предположим, вот здесь все так плохо. И тогда ее была мотивация сбежать из этих отношений, убежать. То есть она искала того мужчину, с которым она обрела бы некое, может быть, спокойствие, может быть, защиту, может быть, безопасность. Ну, то есть чтобы ей было более комфортно в психологическом плане, не только материальном, но в психологическом плану же, у них было все. Предположим, у них были деньги, у них был дом, вот все было. А тепла, любви не было. И тогда она будет искать это. И ее мотивация будет ею неосознанно. Она будет стремиться, как рыба, вот, ловит ртом воздух. Так и она ловит вот это тепло, эту заботу, это внимание, то, чего ей не доставало тогда. И она, вот, предположим, в 17 лет это искала, предположим. Нет, сначала, конечно же, все по плану. Сначала увлечение, там, страсть, вот эта первая любовь, любовь. Все это никто не отменял. Но если отношения продолжаются дальше, то вот возникает, всплывает вот этот слой, когда мы начинаем уже, ну, хотеть чего-то большего. Мы уже начинаем трезветь и говорить, да ты мне вот это не додал, ты мне внимания не уделил, ты обо мне там не заботишься, да я хочу вот то, хочу это, а ты мне это не даешь. Итак, вот такая история здесь получается. Давайте сейчас мы дадим нашим персонажам имена, чтобы было потом более понятно, о чем я хочу сказать. Ну, предположим, вот этого нашего мужчины зовут Паша. Паша. А эту нашу девушку зовут Таня. Таня. Здесь вот был там Вася, здесь Петя, ну, ее родители, например, Лида, Владимир, у него там Виктор и, например, там Ольга, к примеру, да. Вот то, что я сейчас здесь рассказываю, это только один из аспектов влияния. На самом деле, то, что влияет на это пространство, может уходить намного глубже. Мы просто берем некий такой, ну, аспект, фрактальчик такой маленький. Итак, вот было такое детство у этой девочки Тани. Вот были конфликты, ее родители, предположим, были обеспечены, чтобы не затрагивать этот социальный и материальный контекст, но не было этого тепла, которого она хотела. Не было заботы, эмоционального тепла, не было внимания, не было защищенности, возможности со стороны отца, которые важны каждой девочке, особенно в период подростковый. И вот с такой историей наша Таня приходит в эти отношения. У нее уже были, какой-то опыт у нее был, и она пришла вот с этими дараканчиками сюда. А теперь про Пашу немножечко. Предположим, у этого Паша тоже своя история, своя история, где у него, например, были несколько холодные и дистантные отношения с отцом. Предположим, отец его, ну, тоже он служил в армии, к примеру, он постоянно был на учениях, он постоянно отсутствовал, и мальчику не хватило мужского воспитания. Была очень близко мама, и, предположим, он был в очень такой эмоциональной близости с мамой. Ее влияние на него было, ну, скажем так, катастрофичным, я могу сказать. С одной стороны, опека это хорошо, что называют, опять-таки, любовью. Да, особенно мамы часто под любовью, они используют, на самом деле, опеку, страх остаться одной, уберечь около себя ребенка, особенно это делают мамы с сыновьями. Ну, предположим, вот такая история. То есть очень тесная, очень сильная, тесная связь с мамой была у этого Паша. И он тоже со своей историей приносит свои тараканчики вот в это пространство их общих отношений, где создается пространство мы. Я вам напоминаю, на четвертой стадии развития, обучения любви, как я это назвала, стадии точек соприкосновения, вот эти все тараканы начнут вылезать. И вот здесь очень большой риск, что отношения просто завершатся. Здесь могут быть разные конфликты, скандалы. Почему? Потому что тараканы тут бегают. Тараканы бегают, и они не собираются никуда убегать, им здесь очень комфортно и хорошо. И, соответственно, между этими людьми страсть может оставаться, как такой сексуальный оттенок. Но близости построения отношений здоровых вот в таком случае здесь не будет. Поэтому, конечно же, нужно разбираться вот с этими тараканами. Ей со своими, со своей историей, а ему со своими. Итак, в первую очередь, что влияет? Влияет пространство, то, откуда они вышли на их отношения. И это, еще раз говорю, это не предел. Здесь есть родовая динамика. Итак, это только один из аспектов влияния на пространство пары. Естественно, здесь есть более высокий уровень иерархии в роду, где находятся наши предки, и они же тоже строили каким-то образом отношения. Они тоже любили, они тоже страдали. И все это тоже будет сказываться. Но сейчас я это не буду затрагивать. Итак, вот здесь были детско-родительские отношения. Отношения у родителей этой нашей пары. И то, что было там, и как складывались там отношения, это все будет влиять на внутренний мир вот этого Паши и вот этой вот Тани. И, соответственно, будет все это сказываться на вот едином пространстве пары. И вылезать начнут тараканы на четвертой стадии, когда идет поиск точек соприкосновения пары. Итак, что еще будет оказывать влияние? Я уже затронула тему мотивации. То есть то, что здесь было, мотивирует этих людей для вступления в отношения. И эта мотивация будет определенная. Если здесь было все вот так вот не очень хорошо, даже при обеспечении хорошим материальным, то потребность психологическая, потребность в заботе, потребность во внимании, она будет обязательно превалировать. Вот, например, вот у этой, ну там бывшей девочки, сейчас уже вот такой вот женщина 30 лет. И тогда что она будет делать? Она тогда, проживая период страсти, вроде как не заметит этого, все будет хорошо, как бы телесная вот эта близость, она, ну частично, скажем так, заменит ей близость психологическую, но потом она будет ощущать голод. И тогда она начнет предъявлять претензии, например, Паше. Она будет говорить, а ты мне вот там даришь не такой подарок, а ты мне вот не уделяешь внимания, ты мне, не знаю, не так посмотрел на меня. Хотя вопрос не так посмотрел, это тоже тема отдельного нашего разговора, так как женщина имеет специфику больше эмоциональную, а мужчина более рациональную. Вот, я не буду сейчас этого затрагивать. Но здесь я имею в виду, в таком контексте, эта девочка Таня может вести себя, ну как девочка, как недолюбленный ребенок, которому не додали то, что она хотела. А она хотела любви. На самом деле все мы в глубине нашего существа хотим одного – любви. Но эта любовь потом обрастает болью. И потом она обрастает злостью, гневом, потом она обрастает каким-нибудь там стыдом, страхом, страхом вообще построить отношения. И тогда люди убегают из отношений. Они могут соединиться на время, а могут, наоборот, так и не приблизиться близко, потому что будет больно. Это тоже тема для последующих наших разговоров, почему так происходит. Итак, что у этой девочки Тани, ну уже теперь женщины, да, происходит внутри? Она стремится обрести, она стремится получить то, чего не получилось здесь. И она это хочет получить через него, через Пашу. Вопрос, Паша готов или нет? Вот на это. Какое-то время будет готов. Какое-то время он будет, ну скажем так, давать ей то, что ей хочется, оказывать знаки внимания, оказывать некую заботу. Но мы же знаем, что этот Паша очень сильно был под влиянием своей мамы. И, соответственно, у него тоже будут, ну как бы будет свое видение этой Тани. И когда страсть уже поутихнет, он как бы начнет ей тоже предъявлять свои некие такие претензии. «А ты чего мне не варишь кашу по утрам?» Он скажет. Или, например, «Почему ты мне вот не так подаешь тарелку супа на стол?» Откуда вот эти у него могут быть проявления? А потому что когда-то в детстве, это только вариант, это только один из аспектов, конечно же, этому могли послужить и другие причины, но я хочу, чтобы вы поняли вот эту связь. Как это происходит? Предположим, мама всю жизнь, все детство для этого Паша готовила кашу. Готовила геркулес, например, или пшеничную кашу. И у него внутри произошла связка. Любовь равно забота. Все, приплыли. И тогда он будет говорить ей, «А ты меня не любишь?» «Ты мне кажется, что не варишь кашу по утрам?» И вот на этом могут развалиться отношения. То есть дальше развитие отношений, и, соответственно, приход к настоящей любви будет невозможен. Вот эти тараканы съедят все. Съедят их пространство отношений. Итак, это то, что влияет на это пространство. Один из аспектов. Что еще может влиять? Может влиять... Да, я, кстати, не договорила про мотивацию. Мотивация ее, например, была когда-то сбежать от этих нетеплых отношений. Ей не нравились эти конфликты, было некомфортно, соответственно, сбежать вообще из дома, скажем так. Как это можно сделать? Сбежать в отношения. То есть, грубо говоря, не быть одинокой. Не быть обездоленной в плане эмоциональном. И тогда она ищет того, кто ее в этом плане достроит. Она получит от него то, чего тогда не получила. Мотивация будет неадекватная для построения отношений. Чтобы построить отношения, нужно иметь адекватную мотивацию. А для этого должна быть определенная готовность на уровне ума, на уровне чувств и на уровне поведения. Об этом тоже будет отдельная речь. Не сейчас. Какая еще мотивация может быть, влияющая в негативном плане на отношения? Конечно же, простая мотивация, которая свойственна многим в наше время. И, наверное, особенно женщинам. Но подружки-то все замужем. Они-то все уже как бы при паре, при семье. А я че? И тогда она может искать подходящего партнера даже не в плане того, кого она действительно любит. Страсть может быть, но вот именно чувство любви там может и не быть, но это будет тот, с кем она будет не одна и за кого, например, она может выйти замуж. Неадекватная мотивация. Какая еще может быть мотивация? Ну, вот пора рожать детей. Например, да, мне уже 30, чего? Надо уже? Такая мотивация. Это то, что может прийти как бы из ее прошлого и из социума. Какая еще может быть неадекватная мотивация остаться в отношениях? Это неосознанная зависимость от партнера. Неосознанная сильная привязанность к партнеру, нездоровая. Это опять-таки исходит из того, что здесь был пробел. Если недолюбленный, недозаботились, недолюбили, она, эта женщина или этот мужчина будет как бы с такой дырочкой, что ли. Вот дырочку здесь нарисую. И здесь такая у нее частичка, внутренняя такая боль, которая говорит, мне все-таки это нужно получить. Мне нужно это. Я хочу это. Хочу забота и тепла. Внимание. Итак, у этой Тани в ее личности, в ее вот как бы целостности, ну, можно так сказать, оторван кусочек, что ли. Этот кусочек связан с ее болью в отношениях, вот ее история, того пространства, откуда она вышла. Вот эти ее потребности. Детские потребности не удовлетворены. Ей хочется любви. Но понимания любви нет. Вот он, например, связывает это с заботой. Кашу не варишь, не заботишься, значит, не любишь. Она это связывает с тем, что ты мне большего внимания, чем я хочу, не уделил, значит, вот ты меня не любишь. Я приведу пример реальный из жизни клиентов, которые рассказывали о таких вот, ну, тяжелых, я скажу, нездоровых отношениях. Вот прям, ну, дословно. Он рассказывал, мы живем в одной квартире, это клиент, молодой человек. Мы живем в одной квартире. И я не знаю уже, куда мне деваться от нее. Она требует настолько сильно внимания, что, ну, это какой-то нездоровый момент. Я, говорит, даже иду в туалет, она сидит у меня под дверью туалета. Она сидит и вот ждет, когда я оттуда выйду, как, я не знаю, кошка, собака. Представляете, какой нездоровый есть элемент в отношениях. А почему так происходит? Потому что вот это, ну, в психологии называется отщепленная часть нас самих. То есть это наш внутренний ребенок. Вот та боль, которую мы тогда испытывали. Ее же не хочется испытывать. Но она требует и требует подпитки, внимания, чтобы додали то, что не додали. И получается вот такая вот вещь. У этого Паши своя история. И у него, как мы видели, нарушены здесь отношения с отцом. Это как могло бы отразиться на нем? Это могло бы отразиться на том, что он, может быть, сомневается в своей мужественности. Может быть, сомневается в своих качествах. Ну, то не менее он уверен. Как бы неуспешным, может быть, себя считает. Ну, в чем-то неполноценным. Хотя он может это компенсировать, ну, там, не знаю, большими деньгами, большими машинами, красивыми женщинами. Ну, чтобы не чувствовать вот этого. Это все формально. То, что может быть видно, и как бы вот я такой сильный. Сейчас не об этом. Внутри у него есть такая же вот отщепленная болька, часть, которая также болит. И вот она, она не позволяет ему чувствовать в себе то, что я мужественный, я уверенный, я успешный. То есть самооценка здесь, естественно, страдает. И получается, что вот эта часть его не позволяет ей дать то, чего она хочет. И, в принципе, что мужчина, по идее, ну, как бы его долг давать женщине? Защиту, чтобы она чувствовала в отношениях себя безопасно. То есть вот с его стороны может быть вот такое проявление. И она тогда уже тут начинает как бы подергиваться, да, что вот мне тут вот некомфортно, мне небезопасно, мне вот этого не хватает, того мне не хватает. То есть получилась такая вот каша, можно так сказать, вот здесь из тараканов и из их боли. Мало того, мало того, на пространство их отношений сказывается не только то пространство, откуда они вышли, но и то пространство их предыдущих отношений. Ему 35, ей 30. У нее своя история отношений, у него своя история отношений. Ну, предположим, здесь вот женщина, да, с первой любовью и не с первой, и разные другие отношения. Я не буду здесь рисовать много, ну, предположим, вот три таких значимых женщины в его жизни, которые были. И у нее, предположим, вот два мужчины, значимых, которые в ее жизни были. Но в связи с тем, что вот с такими штучками, где есть боль и такое неудовлетворенная потребность в чем-то и, соответственно, получается неадекватная мотивация поддержания отношений, и тогда это нездоровое отношение, то эта боль она еще больше расширяется, становится еще больше, потому что вот здесь тоже были какие-то нюансы со знаком минус. Ну, например, он взял ее бросил. Она осталась внутренне одинокой, опять на ту же мозоль наступили, опять что-то у меня болит, у меня обиды и так далее. Еще на это пространство пары оказывает влияние не только то, что то пространство, откуда они вышли, но и то пространство их предыдущих отношений. непосредственно оказывает влияние сюда. И если они были болезненными, если они были, ну, скажем так, не завершены, осталось много обид, осталось много злости, например, даже желание отомстить, к примеру, бывает такое неосознанное желание, бывает сознательное желание, то вот на этом этапе, как мы говорили, точек соприкосновения, когда ищет пара, это дело все всплывает. Что значит предыдущие отношения, что тогда с этим нужно делать, например, то их нужно по идее завершить. Нужно оттуда взять определенный опыт и прервать эту связь. Не в плане прервать, выкинуть из головы и все, я тебя знать не хочу, а когда вижу через 5 минут, я понимаю, что я тебя ненавижу. То есть, вроде кажется, я и забыла этого человека, и вот она его, он ее, а на самом деле, проходя мимо, по улице, случайно увидев, ты понимаешь, что ты ничего не забыл, а в тебе бурлит гнев, в тебе бурлит злость, обида, возможно, когда-то он тебе действительно сделал очень больно, и эта боль не прошла. И эта боль, она вот здесь стала больше. То есть, с той болью, с которой они пришли из детско-родительских отношений, и оттуда тоже, от предков, сейчас я об этом не буду говорить, то эта боль, она разрастается, исходя из предыдущих отношений. И тогда это два куска боли, которые встречаются, эти два куска, и они начинают, не то, что начинают, они продолжают выстраивать отношения болезненные, из куска боли. Что нужно делать? Конечно же, это индивидуальный формат работы, потому что каждое отношение, они особенные, они уникальны. Вот что вот эти, например, отношения, вот эти, вот эти, вот эти, они все будут уникальны, как отношения. Если мы говорим про прошлые отношения, то их нужно правильно завершить, их нужно правильно отпустить. Что происходит в этот момент? А в этот момент кусочек боли затягивается шрамом, но затягивается. И та кожа, которая уже на затянутой ранке, она позволяет до себя дотрагиваться. То есть уже так, такими болезненными, какими были отношения, они уже в этот момент не будут. И точек соприкосновения найти будет легче. Не так больно. Конечно же, что делается вот здесь, с теми отношениями детско-родительскими и с той болью, и с теми неудовлетворенными потребностями, это тоже отдельная работа с человеком. Для этого, конечно же, нужен индивидуальный контакт, нужно видеть человека, нужно чувствовать человека, нужно узнать его историю, прочувствовать эту историю. и, соответственно, уже помочь выйти ему из этого капкана и помочь затянуть эту рану. Она останется шрамом, но это будет великий опыт. И, как мы говорили, в плане не только психологических знаний, но и духовных традиций, мы через эту боль, через эту боль, получаем те качества, которые по-другому у нас бы не выработались. То есть, завершив отношения, нужно взять тот кусок алмаза или же отшлифовать еще одну грань себя, без чего этого бы не произошло. Вы даже можете представить, если вы берете кусок алмаза, то шлифовать нужно же обязательно с определенным трудом, с определенным давлением, то есть, должно быть сопротивление определенное. Поэтому все это, о чем мы описывали, это определенное сопротивление шлифовки этого алмаза. И тогда грань души человека, грань его характера, его особенностей, она начинает сверкать. вот это конечно же такие глубинные основания проживания этих отношений, зачем они приходят в нашу жизнь, для чего они нам нужны. Для того, чтобы мы взяли этот опыт, выработали определенные качества, выучили урок, определенный урок нашей жизни через эти отношения. И тогда излечив больку и тут, и тут, мы избавляемся от тараканов, от части по крайней мере тараканов здесь. И найти точки соприкосновения в эмоциональной сфере, в что нам интересно и так далее, и так далее, мы уже здесь можем более легко. И соответственно это помогает зачистить пространство, единое пространство нашей пары. Конечно же, это тоже не все. В последующей встрече я расскажу о том, что еще важно для пары, и как важно найти эти точки соприкосновения, что является объединяющим и помогающим развиваться в паре. Многие из нас сталкиваются с такими проблемами, очень схожими проблемами, и для того, чтобы их решить, многие из нас обращаются к подругам, обращаются к близким, но на самом деле такие проблемы решить самому в домашних условиях практически невозможно. Можно их оттянуть, поэтому я вам предлагаю обратиться за профессиональной помощью по телефону 8 903 808 70 55 можно по ватсап и можно написать на почту Сулимина нижнее подчеркивание Оксана через Икс собака mail.ru Здесь вас услышат, здесь вам помогут.